Расскажи о своем переходе в Сибирь, как он состоялся, когда ты о нем узнал, как о нем узнал? Мне позвонил мой агент и сказал то, что есть вариант Сибири, то есть, ну, сказал то, что все, переходишь в Сибирь. Для меня это было вообще очень неожиданно, потому что Сибирь такой клуб. Я думал, будет что-нибудь попроще. Поэтому я очень благодарен, что он так поработал в вас. Что знаешь о Сибири? Что знаешь о Новосибирске? Какие представления есть? Ну, во-первых, это болельщики. Самые крутые, наверное, в стране. Ну, одни из самых лучших. Так, по сути, город третий в стране, получается. Ну, хорошая, быстрая команда, хороший тренер, требовательный. То есть, жестко играют. Ну, как бы таких вот ярких звезд тут нету особо. Тут ребята все, как сказать, рабочие, работоспособная команда. Поэтому мне здесь комфортно. Ну, и с ребятами нашел общий язык, то есть, нормально. Какой опыт ты извлек с прошлого сезона в Новокузнецке? Сыграл около 30 игр. 25, да, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. Что получил на прошлый сезон? На самом деле, в прошлый сезон я бы себе записал вообще очень большой минус. Жирный такой. Провальный сезон для меня. Ну, какой опыт? Ну, из каждого, каждый год, мне кажется, мы получаем какой-то опыт, хороший или плохой. Надо просто продолжать работать, дальше идти. Надеюсь, здесь у меня будет побольше этого опыта. Тренера подскажут все, расскажут. И надеюсь, что вырасту именно с Сибирью профессионалов. С кем ты из Сибири пересекался раньше, из ребят, которые здесь есть? Да, на самом деле, очень много ребят знакомых. И есть те, кто даже, ну, по школе играл, вот, с Федей Беляковым. Ну, и ребята из 2003 года, там, Шелунов, там, Макс Шума. Ну, и так познакомились. А, вот, Артемов, он тоже вот в крыльях играл по школе. То есть, мы так знакомы с ним. Как тебе даются сейчас тренировки? Насколько сложно, насколько трудные сборы в Сибири? Ну, на самом деле, намного сложнее, чем в прошлых командах. То есть, это новый этап для меня, новый вызов. Сначала были у нас тренировки на земле, там, пробежки. Ну, то есть, одна в день была. Ну, такие, можно сказать, втягивающие. Сейчас уже более такие начинаются силовые, нагрузка больше всего. нарастает, там, веса, ну, и так далее. Поэтому, сейчас, с каждым днем все тяжелее, но надо терпеть. Я думаю, тренеры знают свое дело и знают, для чего нам это надо, чтобы в сезоне у нас нас хватило. Поэтому, такие нагрузки, честно. На кого ориентируешься в команде? Может, что тебе помогает, скажем так, адаптироваться сейчас? Справляться с нагрузками и справляться, ну, в целом? Да, на самом деле, все помогают. Мне кажется, вся лига знает и вся страна, что в Сибири очень хороший дружный коллектив. То есть, нет такого, что, допустим, как-то вот по группам, да, ребята общаются. То есть, все там друг с другом общаются, не важно, там, молодой или, там, старый. То есть, ну, все друг другу, как могут, так и помогают. То есть, если ты обратишься с какой-нибудь помощью, тебе не откажут. К слову, про сборы. Ты говоришь, что сейчас самое сложное по сравнению с предыдущими командами, но в своей карьере ты работал с Андреем Разиным. У него не сложнее тренировки? Ну, на самом деле, я с ним не проходил сборы. Я с ним был недолгое время, то есть, ну, в сезоне. То есть, там не было таких, мне кажется, нагрузок, которые сейчас он дает автомобилист. Потому что, если вы посмотрите на сайте автомобилиста, там ребята вообще помирают. То есть, ну, я просто наслышан о его методах. Ну, очень тяжело ребятам сейчас там. А ты лично когда с ним работал, чем он тебе запомнился? Может, какой-то экстравантный объявлений был? Ну, там много, на самом деле, чего у него... И плохого, и хорошего в каждом... Ну, как в каждом человеке, мне кажется, есть. Ну, как тренер он требовательный. То есть, он много кричит. Ну, скажем так. То есть, эмоциональный человек. Ну, где-то это весело. Может, потом посмеяться можно будет. Где-то это кому-то страшно, я не знаю. Но он, на самом деле, очень хороший человек. То есть, все в порядке. Кроме тебя, в семье хоккеем занимается брат. У нас вообще, получается, спортивная семья? Ну, получается, да. То есть... Ну, как мама у нас не спортсменка. То есть, у нас дома, там, по хозяйству. Там, за школу отвечал и все. А папа... Ну, за спорт, то есть. И все. Ну, так вот он футбол играл. Не долго. Ну, и отдал нас в хоккей. Все. Сейчас брат в СКА тренируется. Проходит сбор. Брат играет на позиции нападающего? На позиции защитника. Как ты пришел к этому МПЛА? Может, мечтал ли в детстве быть нападающим или не? Сразу... Не, ну... Меня в детстве поставили как защиту, так я и играл. А его нападение, то есть... Я даже... Мне кажется, я даже не выбирал. Я даже не помню уж. Просто поставили и все. Вы вместе же пересекались, да, с ним? Играли в главной команде в Спартаке? Да, в Спартаке еще по молодежке, когда. Когда... Кубок выиграли. Это проще, когда есть там... Ну, как общежные отношения устраиваются, когда есть там... Когда брат в команде? Да, брат в команде, да. То есть... Не, на самом деле это очень классно вообще. Очень... Я не знаю, может быть... Кто-то не понимает, но это... Как сказать... Ну, когда свой человек в команде, ну, твой родной, то есть у тебя есть опора. Ты знаешь, ну, что ты можешь на него положиться. То есть... Это очень классно. В этом сезоне может возникнуть ситуация, когда вы будете выступать в разных командах и выйдете друг против друга. Вы же обсуждали это, предполагали? Как это будет? На самом деле это уже было такое. Один раз, когда я играл в Атланте, а он в Спартаке, это тоже было по молодежке, вот мы тоже сталкивались. И перед игрой тренер, ну, как сказать, настраивал меня, ну, там, говорил, давай, типа, не смотри на то, что это твой брат. Но все равно, но я его все равно в тот день ничего ему не сделал. Простил.